друзья мои дорогие всем здравствуйте так бывает что человек полностью истощен измучен какой-то любовной истории еле из нее выбирается или его жилье и потом утилизируют как-то некрасиво и человек не очень-то понимает и долго не может сложить картинку в чем же дело ведь меня так любили именно за это я цеплялся или цеплялась я верил в то что у нас какая-то там уникальная история поэтому на многое закрывал глаза поэтому чем-то пожертвовал ну и далее по списку о чем это все о том что какие-то манипулятивные ходы какие-то разговоры о любви какие-то вбросы о любви это еще не полноценная такая знаете искренне и зрелая вовлеченная любовь это просто может быть действительно манипулятивная подача с какими-то коварными целями вас подмять вас в свой гарем подгрести вас сделать зависимыми за счет вас самоутверждаться жить за счет вас просто вас придерживать на коротком поводке то есть сегодня мы с вами говорим про манипуляции манипулятивные ходы которые вы принимаете за любовь который вы называете любовью хотя по факту это далеко не любовь так что давайте будем честными давайте называть вещи своими именами первый такой ход это гипер забота как следствие тотального контроля до каком-то этапе вам очень приятно вас очень радует когда кто-то там по сто раз на дню вам что-то такое пишет спрашивает где вы просит чтобы вы какие-нибудь там отчетики прислали как-то очень сильно там вы спрашивает где где вы находитесь какие адреса в какого окружении то есть такое сначала может быть чуть-чуть навязчивое поведение а потом уже закручивание гаек вы до какого-то момента можете вообще в этом просто купаться этим наслаждаться особенно если до этого у вас например были отношения с холодным партнером или партнершей или родители вас как-то недолюбили вы такие ну вот же человек встретился которому на меня не все равно которому важно что я покушал которому важно а приехали я во время с работы на полчаса попозже а если попозже то почему а почему это я вместо среды решил в четверг пойти в тренажерный зал вроде бы как то она так сначала безобидно начинается но потом вот уже все ваши карточки контролируются ваша локация отслеживается к вашему кругу общения полностью есть доступ и потихоньку из вас просто делают очень такого сильно человекозависимого гипп этот вот гиперконтроль это нездоровая ситуация вас просто пытаются подмять под себя это типичные абьюзивные проявления очень тонкая грань между искренне вот этой вот заботой и гиперконтролем это еще не любовь следующий признак показная ревность наигранные ссоры наигранные обиды и когда человек все еще это оправдывает любовью человек говорит ну вот видишь как я тебя ревну я тебя люблю или ну вот ты меня недостаточно любишь по 500 раз в день вас этим как-то ковыряют притыкают постоянно постоянно какие-то мелкие претензии ваш адрес где-то чем-то человек вами недовольны ну вот ты снова мои требования не учитываешь ты снова меня обижаешь ты снова меня расстраиваешь а позже это действительно уже перетекает в скандалы конфликты в том числе унижение вас унижение вас на людях и вы такие но он же ли она это все по любви делает но вот любит меня человек вот и ревнует вот и переживает но не забывайте тот человек который действительно любит желает добра он не нервы вам расшатывать будет и каким-то образом вас дискредитировать он найдет более корректный подход как с вами поговорить следующий тип поведения это эмоциональные качели как таковые пропадание исчезания перепады вечные настроения какие-то беспочвенные претензии то игнор то какое-то такое знаете там горячее сближение ну вот это вот абьюзерский цикл нередко когда от нарастания напряжения уже какому-то пиковому негативному эпизоду вы идете а потом вроде как временное затишье разные разные истории вы ведь тоже долгое время можете на этих эмоциональных качелях кататься даже как-то привыкнуть к ним его такие ну ничего себе какие страсти у человека ко мне кипят ну надо же какая история по факту либо человек там даст невыдержанный психика часто намеренно вас раскачивают чтобы подсадить на вот эту нездоровую гормональную иглу чтобы себя сделать центром вашей вселенной просто главное то что в такой истории у вас фоновое ощущение небезопасности это далеко история не про не про взаимную любовь следующий тип такого поведения это вообще морковка для ослика и разного рода знаете такие дрессировки повышение вам планки это все туда же когда человек говорит ты знаешь я тебя так люблю с тобой идеально друг для друг другу подходим но вы такие расслабились вы радуетесь вкладывать все эти отношения а потом человек говорит а ну тебе нужно сделать еще вот 5 10 там 30 35 ныть но потом вот мы с тобой поедем куда-то захочешь ли я тебе то 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 сделаю таки ну ладно старайтесь все выполняете и вам либо в лучшем случае какую-то маленькую так затравочку дадут а скорее всего ничего не дадут и скажут ну слушай условия поменялись или ты меня не так понял и так поняла но у нас же любовь ты же меня понимаешь ты же мой человечек роднулька моя вот давай вот еще вот это и вот это ты сделаешь и вы опять пахиваетесь в одностороннем порядке вы же верите в такую вот знаете ли вашу качественную историю вы еще больше в это все вовлекать а по сути это такой суть но очень грубое использование под флагом большой чистой любви следующее ну тут уж как говорится но у комент слова блуде вместо реальных действий когда человек вам все все на свете обещает говорит вам просто миллиард каких комплиментов еще знаете так отстраивается от всех других людей тебя никто не любил у тебя со всеми все плохо было и только я вот та вот которая тебя вот вот принимает и любит так как тебе надо ли только я тот вот кто тебе нужен вот и разного рода идут обещания и какие-то у вас впереди дворцы и чудесные поездки и все что вы хотите и даже больше просто проходит месяц проходит года вы понимаете что ничего вашей реальной жизни с человеком не меняется сплошные обещания надо вовремя просто остановиться уже идти по этому ложному следу но кроме вас никто вам в сухом остатке выводы какие-то вот эти вот не сделает собственно что имеем по факту первое второе третье и другой тип поведения это знаете оправдание любого негатива любовью я поднял на тебя руку но я же так тебя люблю но это ты меня на самом деле довела или я тебя как-то там обманула я что-то там с твоим другом стала мутить но это я тебе досадить хотела ты же для меня самый важный мужчина ты меня так обидел ты так мое достоинство ущемил я постоянно срываюсь а это все потому что у нас с тобой в отношениях проблемы я боюсь тебя потерять то знаете всякого рода вот эти негативные штуки просто помните тот кто действительно любит тот кто с человеком как говорится всерьез и надолго идет ну этот человек он добра желает он наоборот где-то там поможет остругу изгладить он человеку среду условия улучшит чтоб человеку каким-то образом полегче было не путайте вот эти все манипулятивные ходы вот эти замашки они редко ведь они настолько грубые настолько топорные просто потому что вам хочется верить вот вы в это и верите вот вы обманываете себя очень важно просто тебе задать задавать какие-то просто элементарные вопросы а человек что для меня реально сделал какими поступками человек доказал что хочет быть со мной насколько мне с человеком хорошо комфортно и безопасно исполняет ли этот человек обещание который мне дает я понимаю что я для этого человека ну какой-то такой приоритетный или у этого человека вообще какая-то своя жизнь а мне вот вбрасывает он или она только очередную порцию каких-то там обещаний не все то что называют любовью любовью является а к сожалению нередко это просто набор манипуляций проводите грань будьте честными сами с собой друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультаций всем пока всем до скорых волнующих встреч